Я Кишишьян Людмила Анатольевна. В 2010 году при регистрации этапа 5-й колонии был убит мой внук. Мне об этом сообщили посторонние люди, но Москва, сразу же было об этом сообщено в Москву, об избиении, об убийстве. В Москве зона, наш Гусин сообщили, что он упал с лестницы. Я когда приехала 20 февраля, 22-го он умер, 24-го я была уже здесь. Мне сказали замначальника колонии, который был дежурным 20-го числа, в этот день, в день этапа, он мне сказал, что мой внук упал в коридоре. Потом мне на другой день, 25-го числа, начальник колонии Прейс сказал, что его убили свои. Я сказала, что свои вообще никогда его не тронули бы. Тогда он сказал, что его убил чеченец, который в Чечне служил, потому что его возмутили на колке моего внука. А потом я сказала, что внук больной, и он физически просто не может двигаться так быстро и все это. И тогда он сказал, что ему давали ингалятор дышать, и уронили его на пол, и ударился он головой. 25-го, 25-го же числа, по местному телевидению, Криволапов замначальника Гусин сообщил, что его убил сокамерник. Ну, я стала это раскручивать, дело дошло до суда. Только через месяц нашелся заключенный, который сказал, что это он его избил, якобы потому, что мой внук, пройдя через все обыски, через регистрации, через все опросы, пронес за щекой лезвие. И с этим лезвием накинулся на этого заключенного. И потом сначала с лезвием, потом с табуреткой. И, в общем, он его избил. И черепно-мозговая травма, все это получилось у него, потом я уже узнала, что у него отбита почка, у него были удары по сердцу, и ушиб головного мозга, и дислокация. Но все эти, все охранники, все сказали, что он, что когда они зашли в эту комнату, где он лежал, где у него драка произошла, он себя нормально чувствовал, отказался от госпитализации, сказал, что он больше так делать не будет, и пошел и лег. После этого почему-то в колонии погас свет аварийно и включился только через час. И оказалось, что мой внук лежит в коме. Из этой комы он больше не выходил, так и не вышел. Ну вот судили этого заключенного, который убил. Ему дали за это три с половиной года, так как у него якобы смягчающие обстоятельства, потому что, в общем, всю вину свалили на моего внука, что якобы он виноват в этом. Вот. Ну, ни судьи, ни следователи, никто не стал вникать, просто взяли чисто показания этого заключенного. Не было никаких, ни одного вещественного доказательства. Потом я взяла, сопоставила показания заключенного, не совпадали с показаниями СМИ, с этой медэкспертизой. В общем, они отмели все, взяли только чисто показания этого заключенного. В Кассационном суде мне отказали. В Кассационный суд судья мне сказала, что вы, значит, что вы, он убит, я когда спрашивала, поинтересовалась, кто же его ударил по почке, вот, что у него отбито почки. Она мне сказала, он убит оттуда, ну, от удара по голове, причем здесь ваша почка. И в ответе дали такой ответ, что мои вот эти вот претензии не обоснованы, потому что не нашли своего исследования ни у следователя, ни в суде. Подавала, в общем, прошла все инстанции. Верховный суд тоже мне отказал в Кассационной жалобе и мотивировал. Я в основном подавала жалобу на показания, на действия вот этого следователя. А они мотивировали, ну, показаниями заключенных, которые лежали в медсанчасти, куда попал мой внук уже через два часа после избиения. Вот такое вот. Ну, сейчас подала в Европейский суд, вот, не знаю, как и что. Никакой компенсации я не получила, потому что обвинили моего внука. Ну, мне не... Единственное, что я с этого сона мне дали, с колонии, это дали машину отвезти внука из морга в Новокузнецкий город. Больше ничем мне не помогли. Ну, приставили ко мне какую-то женщину, которая у меня старалась даже документы отобрать. Чуть ли не драку мы с ней устроили в архиве, не в архиве в этом ЗАГСе, что нам даже сделали замечание. Она у меня отбирала документы. Ни копейки денег я от них не получила. Помогли мне друзья, друзья моего внука, знакомые, даже приходили люди, которые... Родители заключенных, с которыми он вместе сидел. Но потом мне начальник колонии пресс, он мне попенял, что якобы я от заключенных получала деньги какие-то на похороны и на это... Ну, вот. Вот так вот и все. Перед тем... Перед этапом мне внук меня так просил, чтобы я привезла адвоката. Он говорил, что в зоне заставляют подписывать эти... Ну, на сотрудничество заявление. Вот. Ну, я ему сказала, я говорю, ты... Ну, а если бы ты взял бы и подписал, чтобы было. Ну, возьми да подпиши. Он мне говорит, ты тогда первая меня перестанешь уважать. Ну, вот. Ну, и очень-очень просил адвоката. И говорил, что вот... Что боится, что... Вот такой вот... Потому что там их избивают, что... 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 Продолжение следует...